Здравствуйте дорогие друзья! Как известно, наш будущий урожай зависит от двух вещей. Это качественные семена и качественно выращенная рассада. Посеяв даже качественные семена, но не вырастив, не получив качественной рассады, мы естественно не увидим хорошего урожая. И наоборот, если мы посеем некачественные семена, но вырастим красивую, здоровую рассаду, то урожая должного мы уже тоже не увидим. Поэтому эти две вещи неразрывно между собой связаны, и необходимо очень тщательно следить, чтобы они соблюдались. Друзья, возвращаясь к теме о качественных семенах. Я заказал в этом году тысячную пачку томатов сорта Sunrise. Это томаты, которые мне очень нравятся. Они подходят как для выращивания в закрытом грунте, так и для выращивания в открытом грунте. Я их искал в интернете, нашел в одной фирме, но оказалось, что они просрочены на год, на целый год. Но, как уверили меня продавцы по телефону в телефонном режиме, что схожесть у этих семян будет просрочена даже 90%, потому что закупают у них производители, которые держат целые поля этих томатов. На самом деле томаты очень урожайные, поэтому очень многие люди их выращивают, возделывают для выращивания в коммерческих целях, для последующей реализации. Чем отличается этот томат от остальных? Это высокие вкусовые качества и хорошая урожайность. К тому же он транспортабельный, то есть его можно транспортировать на какие-то расстояния. Он может полежать немножко, если сразу дружность отдачи урожая. Ну, я понимаю, что кому-то, может быть, на приусадебном участке как бы не хотелось бы, чтобы за неделю куст томата отдал бы весь свой урожай. Кому-то хочется, чтобы тянулось это все. Ну, есть варианты решения этих проблем, конечно, это не вопрос. Итак, вернусь к своим семенам. Семена были мной получены и посеяны 31 января. Сегодня у нас на календаре 11 февраля. И вашему вниманию хочу представить результаты всхожести просроченных семян. Перед вами два ящика сорта Sunrise. Вот они у меня подписанные. Как бы я чувствую свою ответственность перед всеми зрителями, потому что известны случаи, когда что-то подтасовывают блогеры, что-то рассказывают, стараются как-то приукрасить. Я ничего не приукрашаю. Я свою ответственность перед вами чувствую. Потому что я знаю, что многие из вас, доверяя мне, следуют моим советам и по выборам сортов, и по методам выращивания рассады. Друзья, я вам хочу сказать, что что знаю сам, то вам и рассказываю. И делаю точно так же, как если вы будете повторять, то у вас тоже все получится. Итак, вернемся к сходам. Смотрите, сходы довольно-таки дружные. Таких проплешин невзойденных нет. Если кто-то не видел мое видео за 31 января, то посмотрите. Там я демонстрировал, каким образом я сеял, как я раскладывал каждую семечку. Я показал рядочки, как они разложены, на каком расстоянии, на какой глубине. Если кто видел, то согласится, что таких вот каких-то отличий от разложенных семян в баронах, в исходах больших отличий нет. Естественно, какие-то, возможно, семена не взошли. Это допустимо, ну это понятное дело. Но надо учитывать, что эти семена просрочены. И действительно, как и сказали мне в фирме, которая продавала мне эти семена, семена взошли нормально. Единственное, что мне не нравится, это то, что... Вот, обратите внимание на этот рядок. Вот, если этот ряд взять, вот этот ряд, здесь рассада покрупнее, здесь рассада помельче. Но это возможно, здесь был когда-то недолив. Но я уверен, что они догонят. Ничего страшного, они вышли. Сейчас немножко у них вид похуже, чем у этих растений. Но они догонят. Я в этом уверен. Обратите еще также внимание на то, как мы сейчас ухаживаем за этой рассадой. Все ряды, они кажутся сейчас, на данный момент, как бы сухими, подсохшими. На самом деле это не так. Влага внутри есть. Просто мы проводим такой агротехнический прием, рыхление между рядей. Прорыхлив между ряди, верхняя корка разрушается. Поступает кислород лучше к корням. Он сейчас очень необходим для наших молодых растений. И, естественно, испаряется лишняя влага именно с верхнего слоя почвы. И нет влаги у основания, вышедшего из почвы растения. А это необходимое условие для того, чтобы не возникла черная ножка. Если вы будете в таком состоянии содержать верхний слой почвы, то, скорее всего, черной ножки вы, к счастью, не увидите. И, возможно, вам не придется потом бороться с ней фитоспорином, привикуром, другими способами. Поэтому обязательно содержите верхний слой почвы, поверхностный, содержите в сухости. Когда вы, конечно, иногда мы поливаем тоже, чтобы влага внизу осталась, мы поливаем. Но быстро испаряется сверху, мы помогаем рыхлением. Испарилась вода, все, верхний слой сухой. Растения стоят здоровые, растения стоят нормальные. Как видите, выпадение семян, поваленных семян или каких-то пустых мест, откуда я мог бы убрать просто поврежденные растения, такого нет. Растения все ровные, в ряду. Ну, этот ящик может быть немножко похуже. Немножко тоже есть вкрапления вот таких вот мелких всходов. Зрители моего канала, мои постоянные зрители, подписчики задают такой вопрос. Вот возникла проблема, молодые всходы растений, правда не по томатам вопрос был, вопрос был по вербене, по-моему, не сбрасывают оболочку семечки. Вот видите, у меня здесь тоже есть такие моменты. Но это единичные как бы случаи. Как можно с этим бороться и почему это возникает? Бороться можно очень легко и просто. Одной рукой придерживая, второй иголочкой аккуратненько можно сковырнуть. Можно маникюрными ножничками кончики обрезать. Нам необходимо сейчас дать возможность раскрыться семидольным листочком. Они сейчас очень важны. Они в таком положении не могут получать достаточно света. Не получая солнечного света, не происходит процесс фотосинтеза. Не происходит процесс фотосинтеза, естественно, не происходит в листе, в растении, не происходят химические реакции. А это очень плохо. Растение угнетается и возможно будет болеть и возможно даже погибнет. Поэтому надо немножко растению помочь сбросить эту оболочку. Или обрезав, повредив немножко кончики семидольного листочка, ничего страшного не будет. На самом деле очень скоро, с появлением настоящих листочков, семидольные листочки перестанут играть свою роль. Сейчас они на начальном этапе, конечно, имеют важное значение. Они очень нужны молодому растению. Но на самом деле в дальнейшем все будет зависеть от вот этой вот точки, которая находится между семидольными. Это точка роста. Отсюда идет стебель. Он выгонит нам настоящие листья. Он выгонит нам стебель. Он будет увеличивать наше растение. В конце концов на нем будет весь урожай. Урожай будет весь выше семидольных. Так что, немножко повредив семидольки, мы ничего вредного для растения, особо вредного, не сделаем. Но аккуратно это надо делать. Надо чуть-чуть это сделать один раз. И растение расправится. И, естественно, начнется нормальное развитие растения. Почему это происходит? Ну, мне известно три причины, почему это может происходить. Почему семечка не сбрасывается? Это, во-первых, либо некачественные семена. При сборе они их собрали не сформировавшимися еще до конца, не вызревшими. Поэтому они потеряли качество. Но в моем случае это вряд ли. Потому что, в основном, все растения скинули. Вторая причина, почему это может быть, это мелкий посев. Крупносемянные растения надо заглублять. Томаты мы заглубляем при посеве до полусантиметра. Но, друзья, еще раз говорю, более подробно я рассказываю в видео от 31 января на моем канале. Кому интересны подробности, посмотрите. И третья причина, почему это может происходить, это пересушивание. В стадии прорастания семечки, возможно, мы пересушили. Либо рано убрали пленку, которой накрывали, сдерживали влагу в почве. Либо просто каким-то образом не полили. В один прекрасный момент семечка, оболочка семечки задеревенела. То есть, она стала жесткой. Вместо того, чтобы свободно соскользнуть с семидольных листочков и дать им раскрыться, семечка осталась таким задеревеневшим каким-то образованием, которые семидольные листочки, но они же слабые на самом деле. У них нет силы, как у нас. А мы им можем помочь, да. Но бороться с этим можно, кроме того, что я рассказал, иголочкой или ножничками, можно бороться обычным пульверизатором. Несколько раз, просто если у вас массово это все происходит, такое явление, можно просто смачивать семечку и немножко, тем самым ее размягчив, мы дадим возможность соскользнуть ей с семидольных листочков. Растение растется, раскроется и пойдет развиваться. Вот, друзья, собственно и все. Подводя итог, я хочу сказать, что спасибо этой фирме, в которой мне посоветовали все-таки рискнуть, они гарантировали всхожесть такую. Я получил то, что они мне говорили. Я вижу результаты, я очень надеюсь, что будет хороший урожай. Но все увидим вместе с вами, потому что я думаю все это освещать в своих видео, показывать правила ухода, выращивания, рассады. Все, что буду делать, буду показывать. Спасибо, что смотрите, спасибо, что с нами. Всего вам доброго, до свидания. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кто не подписался еще, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всего доброго, до свидания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok